В 15-й школе Магадана новый директор. Мэр областного центра Юрий Гришан посетил учебное заведение, чтобы обсудить планы и перспективы учреждения. Одна из главных проблем школы – нехватка педагогических кадров. На данный момент действующие учителя выполняют двойную нагрузку. Специалисты обсудили возможность привлечения преподавателей из других регионов. Поэтому не надо здесь молчать. Надо, во-первых, посчитать, сколько таких людей не только по 15-й школе, но и в целом по городу нужно на вакансии приглашать извне. Это мы прекрасно понимаем. Цена, которую вы говорите, она уже сегодня даже в статистике понятна, потому что область на врачей именно по такому пути идет. Взять за основу документ, который они сделали для врачей. Это вы должны принести в городскую думу. Сказать, что мы вносим изменения в программу, нам нужно, чтобы это одобрили, и тогда мы будем манипулировать бюджетными деньгами. Пойдем через программу развития образования. Ну, конечно. Привлечь специалистов из других регионов не так просто, утверждают специалисты. Как минимум нужно предоставить педагогам жилье. Тем не менее, городоначальник обязал экспертов проработать этот вопрос. На совещании обсудили внешний вид здания, затронули тему подпорной стены и асфальтирования территории. Для решения всех этих вопросов руководство школы будет взаимодействовать с городским депутатом Алексеем Гавриловым. В учреждении обучается более 600 человек. Смена одна, однако, приходит в школу дети в разное время. Ступенчатую систему используют для профилактики коронавируса. Ученики активно занимаются и внеучебной деятельностью, например, добровольчеством. В прошлом году мы принимали участие «Добро не уходить на каникулы», получили грант волонтерского движения. В прошлом году мы подавали на городской конкурс, точное название сейчас не вспомню, тоже связано с волонтерством, и получили диплом. Ежегодно у нас проводится акция, уже много-много лет, это акция «Помоги неизвестному другу», «Помоги неизвестному другу», «Помоги пушистому другу», «Книга в больницу» и другие акции. И непосредственно у нас, начиная с начальной школы и заканчивая выпускниками, данные акции принимают все дети, то есть стараются как-то принять, предположить частичку себя. Учебное заведение активно сотрудничает с другими организациями, например, с «Кванториумом». Ребята посещают в ней урочные занятия, сама школа с углубленным изучением математики и физики.